Ой, избаловал ты Ирку. Женихи какие-то. Да не бери ты в голову, Вер. Подумаешь, с мальчишкой зайдёт. Угу. Будьте, говорит, дома. С женихом знакомить буду. Да знаем мы этих женихов. Она платье-то с первого раза себе никогда не купит. А тут целый жених. Всё равно. Маленькая она ещё. Ну ты палку-то не перегибай. Ей же не пятнадцать, всё-таки, а двадцать. Ты забыла, сколько нам было, когда Ирка родилась? Ну что ты сравниваешь? И потом, не ради я в девятнадцать, так сейчас была бы не простым парикмахером, а стилистом международного класса. Вер. Искусство, выражаемое в музыкально-хореографических образах. Пять букв. Пять? Угу. Палет, что ли? Точно. Мам, пап, вы дома? Дома. Знакомьтесь. Это мой Дима. Здравствуйте. Олег Сергеевич приехал к бабушке. Ирке в первый же свободный от работы день. Он и его жена были поражены выбором дочери. Они не могли понять, почему Ира привела в дом такого взрослого мужчину. Да, вижу, что у вас в доме неспокойно. Вещь дочери. Вещь дочкину принес? Да, меня предупредили. Это я Ирке и жене на 8 марта дарил. жене голубой, а Ирке вот этот розовый. Дай мне. Любовь у них страстная. Ничего не сделаете, смиритесь. Да как же так, баба Нин? А вот так. Говорю, как есть. В жизни всякое бывает. Мужчина этот не захочет ее отпустить. Не могу в это поверить. Как же так? Да неужели любовь у них такая? Вроде познакомились недавно. Неужели ничего нельзя сделать? Пока ничего. А там посмотрим. Шарф дочери верни. Видать, редко она его носит. Ступай теперь. Никогда я от нее такого не ожидала. И ведь всегда слушалась. А тут как с цепи сорвалась. А все ты пылинки с нее сдуваешь. Разбаловал? Вот пожинаем плоды твоего воспитания. Что ты молчишь? Или тебя это вообще не волнует? Ира, а что мы можем сделать? Они взрослые люди. Сами разберутся. Ну ты разве не понимаешь, что это неправильно? Взрослый дядька с девчонкой. Ну надо же что-то делать. Привет. Здрасте. Привет. Привет. Мам, пап, сообщаем. Мы подали заявление в ЗАГС. Но мы только на минутку. У нас билеты в кино. Пойдем, Дим? Да. Кстати, Дима теперь с нами будет жить. Домолчался? Нет, я такого позора не переживу. Ты не имеешь права допускать, чтобы наша дочь так опрометчиво поступила. Слышишь? Ну что ты как о мебе-то, а? Олег Сергеевич не мог поверить в то, что дочь собралась замуж за мужчину, который годился ей в отцы. Олег Сергеевич не представлял, как повлиять на ситуацию. На следующий день, возвращаясь с работы, Олег Сергеевич увидел, как во дворе паркуется жених дочери Дима. Олег Сергеевич поспешил к нему, чтобы пообщаться с Димой один на один, пока дочери не было рядом. Олег Сергеевич не знал, как расценивать услышанный им разговор Димы. Слушай, Вера, по-моему, это Дима какой-то мутный. Ну, до тебя как до жирафа. С самого начала говорю, что не пара он нашей Ирке. Старикашка. Да нет, даже дело не в этом. Нет, для меня как раз таки в этом. Уж лучше бы и вправду какого-нибудь соплевого студента притащила. Мне кажется, он какой-то бабе мстит. Может быть, даже жене. С чего ты взял? Я сегодня мимо машины его проходил, а он по телефону свистел. Говорит, главное, бывший насолить. Да ладно. Не, ну, потом еще говорил про сериал американский, типа это оттуда. Ну, что-то я сомневаюсь, что мужики сериалы смотрят. Не, ну, почему? У нас в салоне целый день и музыка играет, и сериалы, и мужчинам нравится, и женщинам. Все равно. Надо к нему приглядеться. Да и нечего к нему приглядываться. Гнать его как-то надо. Знать бы как. На следующий день Олег Сергеевич с трудом подменился на работе, чтобы встретить дочь Иру после учебы в институте. Олегу Сергеевичу хотелось донести до Иры свои опасения по поводу Димы. Тебя жду. Ну, все в порядке. Да, все нормально. Ты есть-то хочешь? Может, попиться? Или чего посерьезнее? Не, пап, меня Дима ждет. Он отпросился, мы едем за кончиками. Слушай, Ира, мы совершенно ничего не знаем о Диме. Как-то вообще мало знакомы. Ну, поэтому он у нас и поселился. Знакомьтесь на здоровье. Ну, ты понимаешь, что это взрослый человек? Ну, да. И что? А то, что взрослый человек не может быть без прошлого. А может быть, он был женат. Или у него есть кто-то. Так, все, хватит. С какого перепугу вы лезете в мою жизнь? Я вас трогаю. Он мне ровесник. Он не может быть без прошлого. Ты понимаешь? Папа, прошлое в прошлом. Олег Сергеевич был в отчаянии. Он не знал, как достучаться до дочери. О, добрый вечер. Добрый. Здрасте. Ну, извините, убегаю. Ира позвонила, попросила в метро встретить. Давай-давай. Опять сквозничину устроил. Пойду балкон закрою. Вера! Вера! Ты погляди! Да что случилось-то? Посмотри, что написано. Иди сюда. Да что там? Сюда смотри. Он ушел, ноутбук забыл выключить. Ой, что твоя бывшая, Илья? Дима, как оболагается, бесится ха-ха, моя свадьба для нее, как ледяной душ. Илья, что это? Илья, что это? Сергеевич приехал. Илья Сергеевич приехал к бабушке. Илья, что это? Что делать, бабушка? Скажите, я на все готов. Мне и жена все уши прожужжала. Делай что-нибудь, делай что-нибудь. Она не слушает. Аня, кипяток подай. Бери соль и сыпь три щепотки по кругу. А куда сыпать-то? Да воду посоли. А, понял. Насыпал? Ага. Аня, помоги. Крутой кипяток да соли чуток. Все за порог, все за порог. И слезы, и соль, и горячки боли. Аня, выплесни под забор. Теперь смотри. На третий день полнолуния встретишь Диму этого после работы. И посмотришь втихую, куда он пойдет. Там все и прояснится. Следить? Ужас. И говорить об этом никому не надо. Несмотря на недовольство Олега Сергеевича и Веры Петровны, день свадьбы стремительно приближался. Ира озадачила родителей выбором ресторана, в котором должно было состояться торжество. Может, кавказскую? Банально. По мне так вообще никакой не надо. Слушай, Вера, не начинай, а? Мы обещали Ире выбрать ресторан. Обещали? Ну так давай, выбирай. Не буду я ничего выбирать. Неужели ты сам не понимаешь, что эта свадьба, ну она неправильная какая-то, что ли? А ты вместо того, чтобы как-то воспрепятствовать, сидишь тут и потакаешь Ирке во всем. А что я могу сделать? Взоши этого Диму вытолкать? Только потом где-то свою дочь искать будешь. Воспитали, дочь. Сидим, ручками разводим. А все ты. Ирочка, 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 Ирочка досюсюкался. Нет бы кулаком по столу. Спокойно. Еще не вечер. Мне баба Нина совет дала. Какой? Проследить за Димой в третий день полнолуния. Выведем его на чистую воду. Все известно станет. Главное, все как баба Нина сказала сделать. И еще, она никому не велела ничего рассказывать. Так что ты это, не трепись. Кому мне рассказывать-то? Ну не знаю, подружкам. Одним словом, молчать надо. Несмотря на то, что Олегу Сергеевичу совершенно не нравилась затея со слежкой, он все же дождался третьего дня полнолуния и, как велела бабушка Нина, отправился проследить за Димой. Олег Сергеевич увидел, как Дима вышел с работы не один, а с девушкой. Они садились в машину. Олег Сергеевич принялся снимать парочку на мобильный телефон. Наконец, ему удалось снять на Диму компромат. Олег Сергеевич поспешил домой, чтобы предъявить дочери доказательства измены Димы. Ира, у меня для тебя новости. Надеюсь, приятные? Важные. Ты, как ты, ты дома? Ну да, у Димы просто стеклоподъемник сломался, а машина в сервисе его коллега подбросила. Спасибо, солнышко. Ну так, пап, какие новости-то? Ладно, потом. Олег расстроился, увидев, что Дима уже дома. Ведь он надеялся, что почти поймал его с поличным. Прошло два дня. Олегу Сергеевичу не давала покоя девица, подвозившая Диму до дома. Олег не оставлял надежды поймать Диму с поличным. Мужчина был уверен, что это та самая девица, которой Дима щекотал нервы. Прождав пару больше получаса, Олег Сергеевич замерз и решил возвращаться домой. Он понимал, что любовное свидание так быстро не заканчивается. Здравствуйте, бабушка. Я снова к вам. Садись, садись. Чего выдыхаешь? Да не получается ничего. Делал все, как вы говорили. Но Дима этот скользкий тип. И вот уже в руках вроде. А ничего конкретного. Но я-то чувствую. Я же не дурак. Не первый год на свете живу. Я этих проходимцев за версту вижу. В том, что не получилось, сам виноват. Рассказал, видимо, кому-то не иначе. Ну, да так. С женой поделился. Вот от того, что все по-своему делаете, от того и не получается у вас ничего. Ну, как с вами быть? Простого дела исполнить не можете. Может, есть с собой фото дочери или предмет ее какой? Фото? Да, конечно. Эх, жалко, я видео удалил. Обормота этого с его девкой. Что с шарфом, не пойму. Вот почему я не увидела. Ты мне другой приносил. Разве? Ну, надо же. А я и внимания не обратил. Это Верин шарфик. Поменяли, что ли? Так вот откуда все. Нельзя подарками меняться. Примет такая есть. А я и не знал, что они поменялись. Если бы вы сейчас не сказали... Ну, вот теперь ясно все. Сделаешь точно, как я скажу. Аня, веник новый принеси. Вот, возьмите. Записку-то не забыла? Нет-нет, бабушка. Все передала. Придешь домой, сразу полу порога подмети и слова скажи. На ночь веник в угол поставь, а рано утром его на помойку отнеси. Да помалкивай. Сделаешь точно, как я велю, тогда и добьешься того, зачем приходил. А нет, сам смотри. Спасибо. До свидания. Чем ближе был день свадьбы, тем сильнее Олегу Сергеевичу хотелось разоблачить жениха дочери. Тем же вечером, вернувшись от бабушки Нины, Олег Сергеевич решил во что бы то ни стало выполнить обряд, который посоветовала бабушка. Веником выметаю, ссор разгребаю. Веником выметаю, ссор разгребаю. Ты чего это здесь делаешь-то? А, да. Ссор с обуви. Песок с обуви. Отряхал. Пусть здесь постоит, не трогай. Да пусть стоит. Ты ужинать будешь? Конечно. Олег очень надеялся, что бабушкин обряд поможет, и он сумеет спасти дочь от вероломного жениха. На следующий день Олег Сергеевич выбросил веник. Ну что, выбрала что-нибудь? Ой, да я еще с платьем не определилась. Ну ладно, я в душ, а то мы с Димой еще в ресторан этот ваш едем. предоплату вносить. Можно? Пожалуйста. Пока Иришка не слышит, хотел вас попросить. Чего еще? Я ей шубу оплатил. Сможете завтра из магазина забрать и где-нибудь на даче спрятать до свадьбы? Не хочу светить подарок раньше времени. Ты что, без примерки что-ли брал? Как без примерки? Я со своей коллегой дважды на примерку ездил. У нее фигурка, как у Иришки. А шуба сидит нормально. Размер подходящий. Вот, смотрите. Олег Сергеевич очень удивился, когда узнал на фото ту самую девушку, с которой видел Диму. Выходило, что это действительно была коллега Димы, которая помогала выбирать шубу, а вовсе не любовница. А где магазин-то находится? Рядом с моей работой. В арку сразу Михаевой салон. Хорошо. Олег Сергеевич был в шоке. Все его домыслы в отношении измены Димы рассыпались в одночасье. Утром следующего дня в семье Игнатьевых наблюдался общий переполох. Все дружно проспали. Пап, подкинешь меня, а то Дима так быстро уехал. Ну, я тоже задерживаться не могу. Да я мигом. Мне даже краситься не буду. На, возьми, хоть в машине пожуете. Мне, кстати, дольше всех добираться. Это Ширкин шарф. Ой, да мы давно уже поменялись. Все, пока, Ира. Удачного дня. Все, пока. Закройте тут все. Все, я готова. Подожди. Запарился тут с вами. Сейчас куртку поменяю. Папа, ну ты бы меня еще в метро за ручку спустил. Подвез и спасибо, зачем меня так провожать? А что, я родную дочь проводить не могу. Мне, может, тобой подольше побыть хочется. Ты все вон с этим милуешься. Так, пап, во-первых, не с этим, а с Димой. А во-вторых, пора бы уже привыкнуть. Он мой жених, мы любим друг друга и точка. Ты что, действительно его так любишь? Ну да, пап, люблю. Но я понимаю, что ты переживаешь и все такое. Но, пап, ты отдаешь меня в хорошие руки? Дима, он хороший, пап, ну не переживай. Ну, если так... Слова дочери успокоили Олега Сергеевича. В тот момент он подумал, что и правда слишком предвзято относился к будущему зятю. Высадив Фырул-метро, Олег Сергеевич вдруг обнаружил, что уехал из дома без документов на машину и водительского удостоверения. Их он оставил в карманах другой куртки. Ехать на другой конец города без документов Олег Сергеевич не рискнул, поэтому принял решение вернуться домой. Через 20 минут Олег Сергеевич был уже дома. Он опаздывал на работу, поэтому сразу кинулся к куртке с документами. Он не поверил своим ушам, когда через мгновение услышал, что из спальни раздавались странные звуки. Прекратите! Прекратите! Прекратите же вы! Прекратите! Прекратите! Да что же вы делаете? Прекратите! Да что вы тут устроили? Это я здесь устроил? Это я здесь устроил? Так, стоп. Давайте успокоимся и во всем разберемся раз и навсегда. Я хочу понять, кто это такой? Что это за бордель? Ты совсем совесть потеряла? Ладно, я. Но у тебя дочь через полмесяца за него замуж выходит. Ты чем вообще думаешь, дура? А я здесь только из-за Веры. Что? Да я тебе сейчас... Гомонись, он мне не нужен, Олег, он мне не нужен. А, я так и подумал, когда вы тут фортили, выкручивали. Успокойся, Олег, прекрати. Если хочешь знать, я расскажу. Орать тут нечего. Да, у нас была с ним связь, но недолго. А, извините, помешал? Ты включи лучше мозги и подумай. Мы с ним расстались. Я не собиралась рисковать семьей ради него. Вот он устроил фортиль с Ирой, с нашей дочерью. А что ты думала? Тебе этот срок сойдет? Заткнись сейчас урою! Ну, послушай, он шантажировал меня, понимаешь? Он сказал, что последний раз, и после этого он с ней расстанется по-человечески. Да вы не способны по-человечески! Вы уроды! Нелюди! Сложная ситуация в семье Олега Сергеевича наконец-то разрешилась. Бабушке удалось помешать осуществлению планов Димы. Замуж за Диму Ира так и не вышла. Ира живет с отцом. Вера осталась одна. С ней не хотят общаться ни муж, ни дочь. Бабушка говорит, что нельзя меняться подарками. Такой обмен внесет сумятицу в вашу жизнь. Ах ты гад! Чего такое? Ах ты гад! Ты чего? Привет, ты чего так рада? А, по-моему, в самый раз. Это что такое? Я вижу, пока я на конференции, ты время зря не теряешь, да? Слушай, я не знаю, что это такое. Зато я знаю, ты себя тут дурачка-то не строй. Я правда не знаю, что это написал. Так, все, лучше не подходи. После того, как жена Павла Романовича увидела в их спальне признание в любви, написанное помадой на зеркале, она ушла от Павла и избегала общения с ним. Павел Романович был растерян. Он не знал, кто сделал ту надпись, и чтобы разобраться в ситуации, решил обратиться за советом к бабе Нине. Сын был целый день в университете, я на работе, все как всегда. У меня в тот день было очень много вызовов, поэтому домой приехал под утро. Я водителем на скорой работаю. Пришел, рухнул в кровать, и даже внимания на эту надпись не обратил. А проснулся уже от скандала. Знаете, как в анекдоте, пока меня не было, со мной поругались. Так вот, утром жена из своей фармацевтической конференции вернулась, надпись увидела и скандал закатила. Схватила чемодан, но и к маме уехала. Аня, принеси миску с солью и яйцо. Продолжи. Я потом сына стал расспрашивать. Он говорит, что пока меня не было, он никого из девочек на ночь не оставлял. Так что, кто это мог быть, ума не приложу. Что-нибудь еще? Нет, ступай. Возьми яйцо, покатай в ладонях и мне дай. Значит, слушай меня внимательно. Никому тебе ничего доказывать не надо. Искать того, кто это признание написал, тоже не следует. Только хуже сделаешь. Понятно? Понятно. А как мне с женой так мириться? Само все образуется. Жена вернется и, правда, раскроется. Ну, хорошо. Как скажете. Спасибо. После визита к бабушке прошло два дня. Жена Павла Романовича его не простила и по-прежнему жила у своей матери. Павел Романович с сыном остались в квартире вдвоем. Баб, дай денег. Тебе сколько? Ну, наверное, тысячи две. Хочу с Кристиной в кино сходить после пар. Хорошее дело. Спасибо. Сына! Я тебя спросить хотел. Скажи честно, это точно не Кристина твоя? У меня на зеркале ту надпись написала. Ну, пап, мы же с тобой это уже обсуждали. Обсуждали. Но помады просто так на зеркалах не рисуются. Ты понимаешь, что из-за этого наша мама ушла? Слушай, если вы с кем-нибудь тут развлекались, я ругаться не буду, ты признайся. Ну, не приводила сюда никого, я же говорю. А если бы привел, то в вашу с мамой комнату мы точно не пошли бы. Просто убей, не знаю, как теперь с мамой твоей мириться. И помада эта откуда взялась? Ну, хочешь, я могу маме сказать, что это Кристина написала мне, а потом мы забыли стереть. Только давай сделаем так, чтобы Кристина это точно не коснулась. Она тут ни при чем. Слушай, конечно, давай. Давай. Спасибо. Скажи честно, кого ты сюда приводил, пока мама не было? Сын, а ты издеваешься? Я никого сюда не водил. Я со смены пришел и спать рухнул. Ладно, хорошо, давай. Поехали. Благодаря идее, предложенной сыном, Павлу Романовичу удалось помириться с женой. Уже на следующий день он привез ее домой. Ну, так получилось. Что ж ты хочешь? Дело не в этом. У него своя комната есть. Пусть он туда своих девочек и водит. Почему он сразу-то все не рассказал? Ну, может, просто разборок не хотел? Слушай, и чтобы не ставить Кристину в неловкое положение, давай не будем говорить, что мы все знаем. Это Саша попасет. Хорошо? Ладно, идем. Но Саше я все равно поговорю. Спустя несколько дней Павел Романович вернулся домой с рабочей смены и не застал дома никого, кроме девушки-сына Кристины. А мы и готовимся. Я, Саша и Леша. Только они сейчас в магазин ушли. Угу. Мы тут уже четвертый час сидим. Есть хочется, а дома из продуктов ничего нет. Сейчас они вернутся, и я что-нибудь приготовлю. Хотите, и вас накормим? Спасибо, Кристина, но я сейчас спать упаду, устал. Павел Романович вдруг заметил, что помада у Кристины была такого же цвета, как и надпись на зеркале. Яркая такая. А можно посмотреть? Я жене такую же куплю. Конечно. И могу подсказать, где купить. Да нет, спасибо. Меня другое интересует. Скажи, это ты на моем зеркале помадой «Я тебя люблю» написала? Нет. Не обманывай. Там помада такого же цвета. А кроме тебя другие девушки к нам не ходят. Просто признайся, что вы с Сашей были у нас в спальне. Я ругаться не буду, мне просто знать надо. Но я не вру. Я, конечно, люблю Сашу, но ничего такого не писала. Вот, я вообще в последнее время была у дедушки в Серпухове. Только вчера вернулась. Извини. О, пап, привет. Ты уже вернулся? Здорово. Здравствуйте, Паша. Ладно, занимайтесь, готовьтесь. Я спать пошел. Тем же вечером у Павла Романовича с сыном состоялся неприятный разговор. Я тебя перед мамой прикрыл, а ты так себя с Кристиной повел. Ты мне не поверешь, что ли? Я сказал, мы не были в вашей спальне. Да у нее просто помада такого же цвета. Вот я и подумал. Можно подумать, ты в женских помадах разбираешься. Взяла обиди у человека? Слушай, я обязательно извинюсь перед Кристиной, когда она придет. Не придет. Она сказала, мы будем встречаться на нейтральной территории. Ну, хочешь, я к ней домой съезжу, извинюсь? Не хочу. Тихо. Давай закроем эту тему, мама идет. Прошла неделя. Отношения Павла Романовича с женой наладились и стали такими же, как прежде. Слушай, а где еще один сервис такой белый, с колокольчиками? Вот все, что осталось, помнишь? Помню. Я его выбросил. Зачем? Так ему почти 20 лет. Мы же все равно им не пользовались. И что теперь? Да зачем он нам нужен был? Только пыль собирал. Это был подарок моей мамы нам на свадьбу. Ты что, забыл? Да мы же все равно им не пользовались. Какая разница? Это память, Паш. Ну, хорошо. Хочешь, я тебе такой же куплю новой. Или даже лучше хочешь. Да не надо ничего. Не в сервизе дело. Спасибо. В то утро Павел Романович проснулся раньше обычного. Паша, сегодня вечером на нашем месте жду тебя, любимый. Доброе утро. Доброе. Так, давай свои сосиски. Сейчас нормально завтра приготовлю. Давай. После того, как Павел Романович поговорил с Кристиной, она больше не приходила в их квартиру. Павел Романович не понимал, что происходит и кто писал ему любовные записки. Не могу понять, кто мне записки эти любовные пишет. Сначала послание на зеркале, теперь эти записки по всей квартире. Хорошо еще, что жена не увидела. А если это не прекратится? А я не смогу уследить, что тогда? Бабушка, может вы посмотрите, чьих это рук дело? Погоди, не тараторь. Павел Романович, вижу, с совета моего ты не послушал и стала виновника в вашей ссоре с женой искать. Да я особо не искал. Все как-то само собой получилось. У Кристины, подруги сына, цвет помады такой же, как на зеркале. Плюс она ходит к нам часто. Естественно, я стал ее подозревать и все высказал. А я ведь запрещала тебе. Ну, не смог сдержаться. Вот только Кристина к нам больше теперь не приходит, а записки все равно продолжают появляться. Дай записку. Не виновата девушка сына в том, в чем ты ее обвиняешь. Не она эту записку писала. А кто тогда? Этого пока не вижу. Но вижу, что в ближайшие три дня ни перед кем извиняться и оправдываться ты не должен. Не послушаешь меня, худо будет. Ступай. С момента последнего визита Павла Романовича к бабушке прошло два дня. После того, как Павел Романович узнал, что зря подозревал Кристину, увидев девушку, он почувствовал вину за то, что несправедливо ее обвинял. Павлу Романовичу было неловко, и он не знал, как себя вести. Кристин, ты очень хорошая девушка. Правда. И Саше очень нравишься. И мне. И всем нам. Ты можешь приходить к нам домой, когда захочешь. И прости, что я тебя люблю. Да я не злюсь на вас. Ну вот и отлично. Помирились? Помирились. Ну что, тогда идем к нам? Идемте. С того момента, как Павел Романович помирился с Кристиной, прошло две недели. Ну что, увидимся через три дня. Ты не фармацевт, ты какой-то замминистр. Постоянные дни конференции. Ну что делать, это мы студентам читали лекции, а теперь врачам. Ну все, пока. Все, пока. Не провожай. Пока-пока. Что, забыла? Здравствуйте. Привет, Кристина. А Саша нет дома? А я к вам. Можно войти? Да, конечно. Проходи. Понимаете, в общем, я вас люблю. Я ведь вам тоже нравлюсь, да? С чего вы взяли? Но ведь тогда, около подъезда, вы сказали, что я вам нравлюсь и так обняли меня. Я не это имел в виду. Я просто хотел извиниться. Ты мне нравишься, но как девушка Саши. Нет, я вам нравлюсь. И если вы думаете, что я для вас слишком молода, то это ничего страшного. Кристина, что ты делаешь? Сейчас может зайти Алла Николаевна. Нет, не зайдет. Я знаю, что она уехала в командировку. Я видела ее с чемоданом. Но все равно. Нет, не все равно. Я знаю, что я вам нравлюсь. Но вы почему-то этого не признаете. И если вы этого не признаете, то я расскажу вашей жене, что вы ей изменяли. Но это вранье. А кому она поверит после всего того, что было? А Саша? Павел Романович не смог устоять перед Кристиной. Он чувствовал вину перед женой и сыном и ругал себя за свой поступок. Это все неправильно. Нам не нужно это больше продолжать. Почему? Тебе не понравилось? Дело не в этом. Кристин. Ты девушка Саши, а я женат. Ну, я могу бросить Сашу. Воу! Вот это поворот! Ты как сюда шел? Да мне Саша ключи дал. Мы с ним зачет задавали, а после договорились у него встретиться. И, кстати, он сказал, что дома никого не будет. Ах, да, и скоро он будет здесь. Леша. У меня к тебе будет просьба. Не говори, пожалуйста, Саша, о том, что сейчас здесь видел. Хорошо? Ладно, это не мое дело. И Аля Николаевна тоже. Хорошо. Пока. Прошло четыре дня. Алла Николаевна вернулась из командировки. Слушай, Алла, а ты можешь мне кружку поменьше дать? А то не чай, а вода какая-то получается. Нет, не могу. Вот в сервизе, который ты выкинул, были маленькие чашки. Но теперь его нет. Хорошо. А где та кружка есть, которую я всегда пью? А я ее на работу забрала. Ты серьезно? Да. Считай, что это моя маленькая месть. За сервиз. Хорошо. Да, кстати, я скоро опять в командировку поеду. На неделю где-то. Что-то ты зачастила по командировкам. Но это же не мое решение. Работа есть работа. Мне что сказали, я то и делаю. Что-то ты мрачный сегодня. Что-то случилось? Да, я все нормально. Приятного аппетита. Павел Романович был подавлен. Ему было стыдно за то, что он изменил жене. Он не мог смотреть в глаза Алле Николаевне. Здравствуйте, бабушка. Садись. Рассказывай, что натворил. Девушка сына, Кристина, влюбилась в меня. Неправильно поняла мои извинения и словно с цепи сорвалась. А я тебе говорила, ни у кого три дня прощения не проси. Почему меня не послушал? Да просто жалко девочку стало. Я ж перед ней вроде как виноват. Напугался им допросом так, что она к нам домой приходить боялась. Ну вот и не сдержался, извинился. А потом она пришла и заявила, что любит. Сказала, если я не стану с ней встречаться, то она наговорит моей жене, будто я ей изменяю. Ну, я по глупости и переспал с ней. Да, натворил же ты дел. Да она сама на меня набросилась. Я ее уговаривал, но она будто не слышала. Я теперь жене и сыну в глаза смотреть не могу. За что на меня все это навалилось, ума не приложу. Ты хочешь знать, за что? Я тебе скажу. Вижу, у тебя сервиз дома был. Белый, с голубыми колокольчиками. И вы про этот сервиз? Ну да, был. Нам его на свадьбу подарили, я его выбросил. Оттого и брак твой рушится. Нельзя выбрасывать свадебные подарки. Плохая примета. А что же теперь делать-то? Обмана вокруг тебя много. Ты правду жене расскажи. Тогда весь обман и раскроется. Прошло три дня. Рабочая машина Павла Романовича сломалась. И он возвращался домой раньше обычного. Всю дорогу Павел Романович думал о том, что сказала бабушка. Но так и не мог найти подходящего момента для того, чтобы признаться жене в измене. Павел Романович боялся, что Алла Николаевна не простит его. И таким образом он собственными руками разрушит свою семью. Да вы что, совсем обалдели? Ты чего, сопляк? Это что сейчас было? Чего непонятного? Да ты мне тут не поясничай. Это что, Алла? Паша, это ничего серьезного. Да он тебе в сыновья годится. Он вырос на наших глазах. Ты говоришь, ничего серьезного? Да не правда она говорит. Все у нас серьезно. И любим мы друг друга. И встречаемся уже не первый месяц. Павел. Паш, не слушай его. Что ты его жалеешь-то? Да Леша, заткнись. Да не заткнуйся, не заткнусь. Я давно уже хочу, чтобы вы расстались с ним. И чего я только для этого не делал. И губной помадой на зеркале писал. И на холодильнике записки оставлял. Так это был ты? Да, это был я. Да, да. Я специально купил такую же помаду, как у Кристины. Чтобы вас с Аллой рассорить. Не с Аллой, а с Аллой Николаевной. Она тебе в матери годится. Интересно, а Кристина и тебя тоже называла по имени-отчеству, когда вы с ней в гостиной кувыркали. Это что, правда? Да это было один раз. Ты девушка твоего сына! Да она сама на меня набросила. Набросила, значит? Алла, нам придется развестись. Алла Николаевна и Павел Романович расстались. Саша был подавлен, узнав о том, что девушка изменила ему с отцом, а лучший друг спит с его матерью. Спустя несколько дней после этого известия Саша бросил институт, ушел в армию и больше не общается с родителями и другом Лешей. Несмотря на это, Павел Романович надеется на восстановление отношений с сыном. Он регулярно пишет ему письма, но те остаются без ответа. Помните, нельзя выбрасывать никакие свадебные подарки, иначе ваш брак может развалиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok